Всем привет дорогие друзья! В этом видео я покажу вам 50 лучших инструментов из Китая. Если что, ссылки на их уже лежат в описании. Поехали! Торцовочная пила. В большей степени предназначена для работы с деревом. Выполнена весьма качественно. Есть функция наклона под 45 градусов, а также лазер для определения точного места среза. Алюминий, дерево, пластик. Пилить ей будет просто кайф. Автономный воздушный отопитель. Когда в машине слишком холодно, можно промерзнуть и заболеть. Продуманные люди уже давно используют такой обогрев. В комплекте идет все необходимое для его установки. Также можно использовать для отопления датчик гаража и различных бытовок. Дверной доводчик. Отличное приспособление для людей, которые родились в лифте. И постоянно то ли специально, то ли забывают закрыть дверь. Доводчик крепится легко на любую дверь, даже на выдвижную. Поставили себе такой и будет вам счастье. Пароочиститель. Сила пара способна на многое. Данный аппарат может давать пар температурой до 130 градусов Цельсия. Мощной струей и щеткой на конце он легко очистит любую грязь, жир и нагар. Затирочная машина для штукатурки. В комплекте идет три насадки под разные типы работ. Крепится она посредством четырех липучек. И в зависимости от насадки выбираете необходимую скорость. В общем поверхность стены или потолка станет идеальной. Алмазная фреза. Предназначена для снятия кромки у плитки под 45 градусов. Одеваете на обычную болгарку и простыми движениями снимаете угол 45 градусов. В дальнейшем получим ровный стык из плитки. Без профилей и каких-либо пластиковых уголков. Многоразовая СВП. Используется для сведения к минимуму перепадов между соседними плитками. Раньше использовали такие клинья. Но они дороже и хуже, ведь они одноразовые. Эту же систему можно использовать большое количество раз. При этом не обязательно заранее ее выставлять как одноразовые. Опустили в нужное место, затянули и перепада уже нет. Штукатурный ковш. С ним можете забыть что такое мастерок. А штукатурить можно как стены, так и потолок. Подключили к компрессору, налили в ковш раствора и начали наносить на стену. Получается очень быстро и эффективно. Подъемники для плитки. Когда ложите плитку на стену, необходимо, чтобы она была на определенной высоте от чернового пола. И лучше всего справляются такие держатели, которые с помощью легких нажатий поднимают плитку на нужную для вас высоту. Наколенники с колесами. При укладке плитки и ламината большую часть времени проводите сидя на коленях. И если их не оберегать, то потом можете хромать. Наколенники выполнены из пластика с мягкой подкладкой внутри. В отличие от обычных, благодаря трехколесной системе нет необходимости постоянно вставать на ноги, чтобы перемещаться. Присоска-вибратор. С помощью ее можно удерживать и переносить плиточку до 100 килограмм. Функция вибрации для некоторых покажется ненужной. Но это не так. Ведь если толстый слой клея, киянкой бить по плиточке просто задолбешься. А с такой виброприсоской, как видите, легче. Кондуктор плиточника. Вот торчащий фитинг. Необходимо обложить плиткой. Прикладываем кондуктор и фиксируем его в этом положении. Переносим координаты на плитку. Сверлим отверстие по разметке. Плитка вошла очень легко. Без шаблона я не знаю, что бы делал. Направляющая для отверстий. Как известно, просверлить красивое отверстие в плитке или стекле весьма сложно. Ведь коронка или сверло постоянно соскакивает с выбранного места. Закрепив направляющую на присоску и выставив размер под коронку, сверлить будет проще. А самое главное, отверстие получится без сколов. Коронки с алмазным покрытием. Есть диаметром от 3 до 60 миллиметров. Сверлят хорошо. Главное охлаждать их во время работы. И тогда они прослужат весьма долгий срок. Шлифовальная машина. Даже если вы очень аккуратно шпатлевали, все равно будут какие-либо мелкие дефекты, которые необходимо обязательно зачистить перед покраской. К инструменту подключается пыльсос, чтобы не дышать пылью. С подсветкой все отлично видно. Можно шлифовать как стены, так и потолок. Получается быстрее и качественнее, чем обычной наждачкой с помощью рук. Ручной плиткорез. Он также подойдет для резки стекла и зеркал. В комплекте приходит плиткорез и сдавливатель. Провели по плитке, зажимаем с одного конца и плитка разрезана. Главное, чтобы руки не тряслись, а то будет получаться криво. Лазерный нивелир Hyper. Выдает целых 16 линий. Два лазера бьют горизонтальную и два вертикальную плоскости. Их можно отключать-включать с помощью пульта. Линии лазера весьма яркие и будут отчетливо видны на расстоянии до 40 метров. Набор для ремонта ламината. В комплекте 11 восковых блоков разных цветов. Нагретой лопаткой берем воск, размазываем по поврежденной поверхности. Как застынет, убираем излишки и ламинат вылечен. Маркеры. Стыки между плиткой имеют свойство со временем темнеть, ржаветь. Поэтому используют такие маркеры разных цветов. Купили нужный цвет и закрасили стыки. Теперь выглядит, как будто плитку только что положили. Мини-циркулярная пила. Надежный помощник для вашей мастерской. Отлично пиляет пластик, дерево и плитку. Для удобства в комплекте приходит специальная направляющая. В этом ценовом диапазоне лучше вы навряд ли что-то найдете. Угловая линейка. Выполнена полностью из алюминиевого сплава. С помощью ее вы быстро и точно разметите срез доски под 45 градусов. USB-дремель. Одно из лучших устройств для работы с мелкими деталями. По размеру весьма портативен и с легкостью помещается в карман. Имеет три скорости 6, 9 и 15 тысяч оборотов в минуту. Таким дремелем легко можно точить, сверлить, резать и полировать. Кондуктор для дверц. В комплекте с ним еще будет фреза диаметром 35 миллиметров. Все просто. Отчертили место для сверления. Сняли необходимый слой древесины с помощью фрезы, которая была в комплекте. И петля вошла идеально. Электрорубанок. С ним строгать доски будет намного проще. Бывает трех видов на 850, 1000 и 1280 ватт. Конечно, можно пользоваться и обычным, по старинке. Но вы сами понимаете, что с этим работать будет удобнее. Измеритель высоты. Используется для точного выставления диска на циркулярке. Ведь с обычной рулеткой точность, так скажем, не очень. С таким шаблоном же в диск выставляется тютелька в тютельку. Насадка для дрели. Покупать циркулярную пилу, если собираетесь редко пользоваться, нет смысла. Проще и дешевле иметь такую насадку. Закрепили дрель и сразу же у вас получается циркулярка, которая с домашними нуждами отлично справится. Фомки Ворк Про. Приходят две сразу. Размеры на экране. Есть функция молотка. Как говорится, маленькие, но удаленькие. Гвоздодер регулируется в пяти положениях. И с гвоздями справляется на ура. Реноватор. Принцип работы основан на колебаниях высокой частоты. И некоторые действия можно сделать только с помощью реноватора. Допустим, вырезать квадратик в доске. Легко. Отполировать в углу со специальной насадкой также не составит труда. Зажим для склейки. Прелесть такой струбцины в том, что нет ограничения в зажимаемом размере. Все зависит от длины трубы, которую вы будете использовать. На одной из сторон необходимо, чтобы токарь нарезал вам резьбу. И теперь сможете запросто зажимать доски при склейке. Направляющая для сверления. Кто работает с мебелью, прекрасно знает, для чего нужен этот замечательный инструмент. Выполнен полностью из металлу. Отверстия под шканты сверлятся весьма точно. Теперь вы можете создавать своими руками мебель. Рулетка с ножом. Такое приспособление отлично подходит для работы с гипсокордоном. Лезвие, как и в обычном канцелярском ноже, можно запросто поменять. А вставив в специальное отверстие карандаш, разметка по дереву и другим материалам будет производиться весьма легко. Насадка гриндер. Отлично подходит для шлифовки, заточки и зачистки различных поверхностей. В комплекте с насадкой придет три шкурки. И вы можете сразу надевать на болгарку и начинать работать. В гараже, думаю, найдет свое место. Балеринка. Используется для сверления больших дыр. Резцы регулируются от 30 до 300 миллиметров. Преимущество в том, что можно проделать в дереве дыру любого размера. И стоит дешевле, чем набор коронок. Автоматический крючок. Вот такой еще недавно был новинкой. А теперь уже старье. Ведь появился более инновационный вариант для вязки арматуры. Здесь нет необходимости напрягать мышцы рук. Достаточно просто нажать на кнопку и проволока закручена. Лучший инклинометр. Есть возможность измерять углы в процентах. Заряжается от USB Type-C, который идет в комплекте. Лазеры по бокам помогают вам выставить точки на длинную дистанцию. Также точность измерения будет на высоком уровне. Электрозаклепочник. С обычным ручным заклепочником скорость работы будет весьма невысокая. И если много клепки, такой инструмент просто незаменим. Когда отверстия уже просверлены, вы просто успеваете подавать заклепки, как они тут же оказываются в металле. Приспособление для крепления шнурка. Чтобы все было надежно и красиво, кирпич укладывают ровно по шнурке. И как вы понимаете, с этими фиксаторами шнурку натягивать будет проще. Магнитный молоток. Бывает с круглой и квадратной головкой. Работая обычным молотком, гвоздь необходимо придерживать. И при ударе легко попасть по пальцу. В этом магнитном есть специальная канавка, в которую надежно примагничивается гвоздь. Теперь работа с молотком станет менее травмоопасной. Магнитный наконечник. У всех бывала такая ситуация, когда саморез плохо держится на бите. И постоянно то криво входит, то слетает, когда вы начинаете крутить. Так вот, одев на биту такой наконечник, вы забудете о прошлых неудачах. И будете наслаждаться процессом работы. Электрический гайковерт. Конечно, если у вас много времени, он вам не нужен. Можно обойтись и обычным ключом. Хотя, если закисшие гайки, отключиться будет получше, чем вручную. Ведь здесь есть удар. Вибратор для бетона. В любом случае при заливке происходит насыщение смеси воздухом. Что ухудшает качество бетона и срок его эксплуатации. Именно поэтому применяют вибратор. Ведь посредством колебательного воздействия бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха. Универсальная головка. Заменяет сразу 10 штук. Отделен на трещотку и не нужно постоянно менять головы. Подкрутили на нужный размер и можно откручивать гайку. Лазерный ювелир. Панель управления имеет целых 11 кнопок. Для работы на больших расстояниях в комплекте идет лазероприемник. Пристройки незаменим. Работы можно выполнять самому. В отличие от оптического, где один с рейкой, а второй человек смотрит. Горелка со шлангом. Бывают они разных размеров и в зависимости от этого пламя будет получаться разной длины. Используют для плавки рубероида при кровельных работах. Кельма. Имеет деревянную ручку, выполнена из углеродистой стали. Это основной инструмент каменщика и без него укладку кирпича производить будет невозможно. Виброрейка. Работает естественно на бензине. При заливке бетона необходимо его утрамбовать и выровнять, чтобы легко было укладывать плитку. И с этой задачей легко справляется такая виброрейка. Ножницы по металлу. Подходят для кровельных работ и работ жестянкой. Выполнены из хромолебденовой стали. Режущие кромки расположены под углом 30 градусов относительно руки. Резать будет удобнее. Набор кровельщика. В нем находится все необходимое для пайки мембраны. Хотя по сути нужен только фен и ролик для разглажки и прижимания. Электроножницы. Когда рука уже болит от обычных, а работы непочатый край, остается либо отдыхать, либо просто пользоваться такими. Ремень для переноски. Размер регулируется от 82 до 182 сантиметров. Не всегда удобно брать объемные вещи, но с таким приспособлением переезд или просто перестановка пройдут гладко. Распродажа уже в самом разгаре и дешевле, чем сейчас, навряд ли будет скоро. Поэтому желаю всем удачных покупок. А также посмотрите другие видео на канале. А в этом я скажу вам пока-пока.